Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья. Большой привет всем, кто смотрит и слушает. Первый и единственный в России телеканал синхронный вещание в ФМ-диапазоне. Телерадиоканал Страна ФМ. Александра Хайрулина. Программа «Лучшее в стране» и здесь всегда только лучший из лучших. У нас сегодня в гостях Владимир Присников. Здравствуйте всем. Сашенька, привет. Добрый день. Ты так быстро говоришь, что мне уже страшно. Дорогой друг, мы тоже волнуемся, но от радости и счастья. Вот прям как в клипе только что. Ты по сугробам идешь, идешь, и прям действительно ты к нам вышел еще год назад зимой и наконец-то дошел до нашей студии. Долетел. Мне очень приятно. И мы тоже очень-очень рады. Здесь очень уютно и круто. Спасибо тебе огромное. Мы на самом деле очень хотим узнать, что происходит в жизни величайшего музыканта современности на сегодняшний день. Конечно, в творческом плане. Поскольку мы отслеживаем за клипами, за песнями, вот в частности работа, три месяца назад клип появился, и он у нас, конечно, еще и без клипа этот трек крутился в эфире, с лирик видео, и потом появилось видео. Что на сегодняшний день? Наверняка какая-то кипит работа в студии. Расскажи, пожалуйста, сразу же из первых уст. Прям эксклюзив. Да много всего. Много очень интересного. Записан дуэт с Мари Кренбери. Очень прикольный, на мой взгляд, вообще необычный. Дравится тебе эта девчонка? Дико, абсолютно. Она вообще ни на кого не похожа. Я очень классный человек, во-первых. Да, это да. Человечек. Потом с Владом Соколовским у нас получилась как-то неожиданно, тоже прикольная история. Неожиданно, да, да. Вы можете послушать ее в этом. Она есть. Странник называется, песня. Прямо неожиданно и очень здорово. Это очень смешная история, когда я ему позвонил по каким-то... Я видел, что он рекламирует наушники, не рекламирует, а как-то у него что-то есть. Ну, типа, тема. Я позвонил ему, не звонил, говорю, Владик, слушай, а у тебя есть наушники, можно их достать? О, вот это клиент клюнул. Ага. Ну, там написать мое имя где-то. Да, да. А он говорит, да, в принципе, можно, Володь, слушай. Но только сначала дуэт, а потом будут наушники. Ты вот мне позвонил, мы как раз пишем песню, может, она тебе понравится. Я думаю, блин, я как, я опять попал. Что, зачем я... И я прямо ему говорю, Владик, если она не понравится, я тебе скажу прямо. И вдруг он присылает такой трек, что вообще разрывает душу. Я ему моментально звонил, говорю, давай писать срочно, чувак, это круто. Вот такие вещи, они мне нравятся, они случайно получаются, из них получается что-то очень необычное. Но самое главное, во-первых, у нас, мы давно не выпускали дуэт с моей любимой, с моей любимой девочкой. Да, с супругой Наташей, с тусичкой, с тусичкой, с тусичкой моей вот этой. Тоже он готовится, ну, на самом деле... Так, а вы уже записали или готовитесь? Ну, это всё в процессе, это всё демки, мы не делаем это за три дня. Надо поторопиться, потому что там Альбина Джанабаева с Валерием Меладзе тоже делают дуэтную работу. Ну, я думаю, мы не будем презентаться. Ну, не знаю. А вдруг режиссёр один у вас будет, и что-то будет общее. Ну, будет прикольно. Ну, в общем, будет, да. Давненько вы не баловали нас дуэтами с Наташей. Да, да, кстати, я сам соскучился, и она соскучилась. Как-то мы решили, наоборот, по-посольному делать. Да, Наташа была у нас на твоём месте, мы презентовали клипы как раз с её, и она тоже говорила, и я решила, и сейчас нет, и я его искала, всё, сейчас я буду сольно-сольно-сольно заниматься. Ну, наигрались, да? Наигрались этой фигнёй, прости меня, Господи, да. И решили, что опять давай, что ж мы не поём наши любимые какие-то там кислородные руки. Ну, конечно, тем более у вас действительно, у вас очень крутые голоса сочетаются. И смотреть на вас одно удовольствие. Ну, а самое главное не это. Самое главное, что бы ни происходило в моей жизни, в жизни Наташи, какие бы дуэты ни писались, какие бы концерты ни приходили, любая минутка свободная, я бегу к этому чуду моему четырёхлетнему. К Тёмочке. К Тёмке, да, ему скоро исполнится четыре года, буквально пятого. И я это очень жду, и это дико круто, потому что в полтинник иметь четырёхлетнего сына, ты знаешь, это вообще... Ну, это счастье, да. Это не только счастье, ты сам становишься молодецем. Моложе, ты чувствуешь, да, что ты... А даже ребёнком, не то чтобы моложе. Мы с жжём катаемся на велосипедах, на мопедах, на самокатах. Ну, то есть у Наташи всё-таки с появлением Артёма появился ещё один сынок, как бы такой уже постарше, по повзрослее. В общем, так. Слушай, какая интересная штука, вот, получается. По поводу того, мы с Наташей говорили, и она, конечно, тоже признавалась, что вам девочка нужна ещё обязательно. Ну, так нельзя говорить «нужна», конечно. Ну, это мы понимаем, почему речь, да, что это очень хочется. Грязем, грязем, и, ну, очень порателось. Но ведь и о мальчике ещё об одном тоже стоит думать, потому как нужно продолжать вот династию Владимиров. Да, мальчиков уже достаточно, мне кажется. Да подожди, подожди, подожди. Ну, ты есть Владимир Владимирович, и, конечно, ещё один Владимир Владимирович, он как бы, ну, обязательно должен быть, мне кажется. Третий? Да! Ну, хорошо, уже информация запущена в космос, а ты же, как никто другой, знаешь о том, что запущено и обязательно исполняется. И ты очень часто признаёшься, что у тебя такая штуковина срабатывает. Абсолютно, стопроцентно. И были моменты, когда как-то и негативные мысли тоже воплощались, но ты здорово научился управлять своими мыслями. Откуда ты знаешь? Ну, как откуда? Ну, вот, мы твои фанаты, каждое твое интервью отсматриваем, отслушиваем. Ну, это действительно правда. Это правда. Слушай, ну, ведь это же на самом деле, казалось бы, простая истина, но далеко не все об этом помнят. И думают себе всякую ерунду, не гонят из своей башки мысли. Не понимают об этом, к сожалению, но... Или позже к этому приходят, в лет 40-50, когда понимают уже, что бумерангом любая мысль, вот эти люди, допустим, которые пишут какую-то фигню, гневные комментарии, Господи Боже мой. Ну, понятно, что они кайфуют от этого кто-то, но они не понимают, как им это вернётся через... И притом так сделается, так Боженька поставит всё на места, что он даст им кайфануть. Сначала, да. Сначала, конечно, я не подумал, о, вот это да! Не зря я всех поливал грязью. Бам! Так, за что? А помнишь, ты вот там писал или говорил какую-то ерунду? Это стопроцентный бумеранг, он всегда работает. Просто вот поверьте мне, все он работает. И чем больше ты делаешь добра, смеёшься, улыбаешься, тем больше на тебя, ну, на тебя вот льётся, льётся... Да, что-то положительное, позитивное, тоже приумно уже надо. А как по-другому привлечь на себя внимание? Ведь это же очевидно, что те люди, которые как раз и пишут, все эти гадости, все эти хейтеры, они как раз таким образом привлекают внимание к себе. Ну, это же ненадолго. Ненадолго, да. А как... Надо думать о том... Давай дать им совет. Как по-другому можно привлечь к себе внимание? Да, может быть, оно само как-то проявится, когда ты не будешь привлекать к себе внимание. Просто будешь делать хорошие дела, улыбаться, всё. Просто идёшь по улице и улыбаешься. Вот ты уже привлекаешь внимание. А когда всё очень плохо, когда всё наваливается на работе, всё ужасно, с соседями поругался. Всё равно улыбаешься. Ты не улыбаешься, ты должен работать на собой. Но вот это очень тяжело. Ты молчишься. Иди в церковь, и там тебе как-то поможет... Но ты же не всегда тоже умел вот так вот прям постоянно находиться в таком гармоничном состоянии. Сашенька всегда. Всегда, правда? Да, либо не показывал. Просто не показывал, изображал как будто буйство, какую-то агрессию, да, скажем так, наверное. Ну, а что это? Вот так заложено воспитанием, родителями, или то, что в храме я пел в детстве? Родители, конечно. Да, конечно, всё главное от родителей идёт. И я просто часто... У меня была школа очень крутая. Это был интернат. Я был без родителей, и там настолько было всё дружно. Ну, а со скольки лет он был у тебя, интернат? С восьми, семи, по-моему. Ну, да, в общем, рановато, конечно. Сначала в Сверзловске, да, потом в Москве. И там, конечно... Я надеюсь, что все наши зрители понимают, что это исключительно по той причине, что и папа, и мама просто гастролировали, будучи очень популярными артистами. Не потому, что они отказались от ребёнка по какой-то там причине. Ну, и, казалось бы, в подобных учреждениях очень часто бывает, что ребята, наоборот, могут озлобиться. Ребята как-то, наоборот, могут обидеться на судьбу, на тех же самых родителей. Да, были такие люди. Ну, тогда было другое время, на самом деле. Оно было более дружным, мне кажется. И нельзя так говорить, не люблю. Там, вот, да, мы были, так круто было. Ну, действительно, это всё было более сплочённо. Было меньше информации по... Ну, по... Если мы, допустим, встречались у Пушкинской, то мы почему-то обязательно встречались. И непонятно, каким образом. Назначали в шесть часов встретиться. Через неделю, в шесть часов, через неделю встречались именно у этого. Ну, с пробками ситуация была другая тогда, Володь, согласись. Как это всё сейчас смешно, конечно. С пробками же была другая ситуация в те времена, понимаешь. Может быть, поэтому проще было как-то добраться. Сейчас-то попробуй вот этих шести успеть. Были пробки, да, только от вина. Очень хорошо. Много. Давай мы сейчас посмотрим твой клип, послушаем песню «Слушая тишину». Друзья, прям с большим удовольствием. Три с половиной минутки, конечно, продолжим общаться с Владимиром Пресняковым. Оставайтесь. Лучшее в стране. У нас сегодня в гостях Владимир Пресняков, друзья. Я сижу с замечательной девушкой Александрой. Спасибо тебе большое за прекрасные слова. Мы, на самом деле, честно, хочу тебе сказать, можем объясняться в тебе в любви бесконечно долго, но сделаем лучше это после эфира, потому что иначе мы не успеем поговорить с тобой. Вов, интересное дело, вот все знают Википедия прекрасная, да, просто целый архив, архив такой колоссальных данных. Первым делом, как правило, многие туда, потом уже в соцсети. Кто-то, наоборот, сначала в соцсети и так далее. Но вот что сайт этот пишет про тебя. Музыкант-клавишник, композитор-аранжировщик, все так оно и есть, танцор, брейк-данса и актер. То есть это все прямо идет наряду, как некую такую очень серьезную часть твоей жизни, как бы освещая. Да, ты рассказывал, конечно, о своем увлечении брейк-дансом. Есть же даже награда, какая-то премия, третье место в Москве. Да, третье место по Москве. Это же, это очень круто, друзья. Но ни в коем случае не актер. Но роли есть, опять-таки, можно поспорить, как это, не актер, если роли есть. Я, естественно, очень жалею, что я не актер, но я действительно не актер, потому что этому надо учиться. И просто давать всю жизнь, и я дал жизнь музыке. Скажи, пожалуйста, в какой момент что-то пошло не так с брейк-дансом? Когда появился первый живот. А, так, так он бы и не появился, если бы что-то не так не пошло с брейк-дансом. Появился стинг в моей жизни, и музыка заняла как-то более глубокая музыка, более, ну, такое существенное место вообще в моем сердце. И тема Майкла Джексона, вот это все, все истории, она как-то спустилась вниз. То есть мы стали играть более, такую, акустическую музыку. Это период жизни. Он мне нравится очень сильно. И это, допустим, альбом «Слюньки», который в Америке писался, он более акустический. И он был менее принят, ну, здесь, в России, я имею в виду, поклонниками. Потому что все ожидали, как бы, опять, что-нибудь танцевального, детского такого. А это уже был такой зрелый альбом, на мой взгляд. И очень качественный, и хирменный, конечно. Ну, да. Да, 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 для нашей страны, да. Вот, и, ну, и как-то с танцами вот чуть-чуть. Ну, бывают времена, когда ты жалеешь о том, что сам взял и завязал. Такого брейк-дансера потеряла Россия. Ну, есть, есть, да, какие-то, конечно, профессионализм же. Его как не пробьешь, как известно. Ну, бывает, сниться мне, конечно, что... Даже так? Сниться? Сейчас выйду. Или, допустим, на зеленом концерте хочется дать какой-то нижний брейк. Да, это случается периодически, Саша. И очень неплохо. Ну, однако, каких-то таких тренировок уже постоянных, конечно, нет. Почему? Есть, а каждый день стою в 6 часов утра, где-то в 7 занимаюсь брейк-дэнсом. Ну, подожди. Потом готовишь завтрак туси. Да, в магазин. Потом идешь гулять с Темой. В общем, да, как мы так примерно себе и представляли, конечно, жизнь Владимира Проснякова. Я так скажу, что он вообще не ложился, а ночью до этого он писал в студии. Ну, сейчас, да, быть может, и да, кстати. А может прикольно, наоборот? Да, конечно. Тебе ж уже 50, тебе все уже. Можно делать вообще все, что хочешь. Слушай, я подумаю. На самом деле, я еще умею делать перевороты, очень круто. Хеликоптеры. Прямо это хорошая тема. Аккуратней. Алик Михайлович, всем нам с вами пример, ведь Газманов, я про него говорю. Ну, в этом плане Никитка и Тема как-то не пошли по твоим стопам, да? Танцевать их? Почему Тема очень... Мы хотим отдать его в Тодес, да, в школу. Да, ну вот, какие молодцы. Вообще, я считаю, что танцы и, допустим, джаз, классическая музыка, она очень много дает детям в плане развития. Потому что танцы, они развивают не только танцы, а развивают мышление. Да, конечно. Развивают вообще взгляд, позитив. Ну, вот, то же самое, что джаз. То же самое, что классика, например. Так, ну хорошо, значит, уже правильно ли вы понимаете, что Артем уже нет-нет. Артемий. Артемий, извини, пожалуйста, слушает не только маму, папу и Никиту, но уже и каких-то мастеров величайших джаза. Нет, ну просто играет хорошая музыка каждая. Это я на самом деле стырил Диброва, он как-то сказал, что если будет постоянно играть хорошая музыка, просто фоном, то, соответственно... А не заставлять, да, ребенка слушать? Да, ребенок будет на ней воспитываться. И это правильно, мне кажется. Сейчас у нас, в отличие от брэк-дэнсовских каких-то штучек и танцев, все-таки электровеники, электромопеды, электрический самокат. Вот он меня сейчас ждет, точно меня наказал, что папа, только приезжай, и мы сейчас после сна дневного будем кататься на электросамокате. Ну, папа же делает это с удовольствием. С большим. С огромнейшим. Когда еще? Вот так бы, если бы ты просто встал и Туся бы это увидела, конечно, она бы не поняла. Но здесь прощается все. Папе можно с самолетиками, с самокатиками проводить массу времени. Мы маму взяли с собой, и она грохнулась. И сказала, нет, это не мое обои. Ну, это, конечно, непозволительно. Как можно с артисткой поступать так? Вы что, все-таки ответственность какой-то нет? Ну, что, мам, это у нас ковбой еще тот. Поклонники Подольской вам не простят ни одну царапину на коленках. Вов, а что-то мы с тобой не говорим о том, что тебя в Петербурге очень скоро можно будет послушать. Это же важное событие. Да, это будет фестиваль. И вообще у меня формат этот очень близок. Ну, крыша открытая. Питерская публика. 31 мая, да? Мы про один концерт говорим, да. Питерская публика, ну, просто она какая-то сумасшедшая. Особенно на крыше. Серьезно? То есть отличается от московской крышной публики? В чем, скажи, пожалуйста, в чем вообще вот та публика, которая на крыше и в концертном зале, в чем их отличие? Ну, как-то они вот взлетают, как крыша-крыша манят, я не знаю. По-моему, не знаю, надо попробовать здесь, в Москве сделать это. Да, и сразу сравнить потом, да? Да, у меня должен был быть концерт 30-го, в России 24 проводят такие штуки, но вот как-то он перенес. Но я очень жду. Но мы будем отслеживать в соцсетях за твоими передвижениями, и, конечно, в Москве, как только появится, обязательно отправимся. А вас в Питере же слушают? О, конечно, нас очень любят в Питере, слушают и смотрят. Ребята, приходите, это будет здорово. Я заставлю вас всех кричать, плакать и танцевать. Пищать и танцевать. Ну, будут, конечно, новые хорошие песни и любимые. Но они тленки-то будут? А без них, Санечка, без них вообще никуда не деться. Никто не отпустит тебя никогда без стюардесса. Ни разу не было концерта, который... Притом мне кто-то, иногда какие-то корпораты говорят, ни в коем случае стюардессу не петь, ни в коем случае. То, что вы говорите. И обязательно к концу этот же человек, который просил уже... Ну, давай! Стюардессу! Я говорю так, секунду, вот у вас, видите, написано, вы сами как-то... Плачу в два раза больше, давай, стюардессу. Почему? Я знаю, как ты выкручиваешься, потому что, понятно, песня уже очень много лет, и, конечно, немножечко она может поднадоедать исполнителю этой песни. Мы каждый день по-разному, каждый раз по-разному. Да. Мы играем в любые хрюки. Уже известно, в Питере 31 мая, в каком жанре и стиле музыкальном прозвучит стюардесса. Что это будет? Панк-рок это будет. Шикарно. Друзья, пауза небольшая, оставайтесь с нами, скоро вернемся. Продолжается программа у нас в гостях сегодня Владимир Пресняков. Вов, я хочу сказать огромное спасибо тебе за то, что ты сейчас, ну не скажешь, что прям очень часто, но все-таки периодически радуешь своих поклонников нас новыми работами. И синглы, и клипы. Какая-то прям выработалась у тебя такая периодичность. Вот, кстати, они, она есть. Концепция. Как концепция какая-то, да. Ты знаешь, да, со мной, вообще у артистов существует три, три, так сказать, как, три волны. Так. Это первая волна популярности, потом спад, потом вторая волна популярности, опять спадик, и третья волна популярности. Это вообще у всех артистов? Ну, как сказать, у тех, кто хочет быть им, и кто, ну, по-настоящему этим живет и верит. И вот они, третья, у меня сейчас третья, и, как сказать, это вообще произошло случайно, и это все благодаря группе Вельвет и Алене Михайловой. Которая, кстати, 15 лет исполнилась. Да, недавно. Мы в твоем лице поздравляем всю замечательную команду Центра Вельвета. Ну, действительно, как семья, она живет просто как семья. Все, Гарик, Ёлка, Мэри, Звонки, такие ребята прекрасные. Анька Плетнева. Ну, мы дружим уже давно, в принципе, с Аленой вообще. В общем, она мне... Вот с этой песни все началось. Я пришел к ней, посоветовался по другому поводу. Захотел стать продюсером. Почему-то. Ну, да, вот мне... Ну, хотя, конечно, почему бы нет, сам Бог велел. Ну, да, у меня как-то это получалось. Ну, столько опыта, знаний, понимания. И она говорит, слушай, это все не так, не так, нет, у тебя не очень получится. Она мне по полочке все рассказала, потому что это мой... Мы дружим, мы дружили еще с Америки, со времен слюня, когда она делала альбом. И она говорит, вот есть для тебя песня, она давно-давно хранится. Я уже сто лет про нее думал, что хотел тебе... Что именно тебе отдать, да. Я думаю, ну, песня такая вроде простая. Ты уже послушал демку, она тебе включила сразу же. Да. Я говорю, вот поверь мне, запиши ее. Просто вот запиши ее. Как ты удачно зашел, надо сказать. Да, абсолютно, да. Это потрясающая случайность. Это Саша Виста, тоже мой друг, написал ее. И вот так почему-то как-то вдруг она... Понимаешь, артист закапывается в себе, он сам у себя иногда ворует. Он думает, что это уже неинтересно. Ты делаешь одно и то же. Тебе хочется чего-то сложнее. Ты копаешься, ты уже начинаешь делать то, что нравится только твоим музыкантам. И определенному кругу, маленькому кругу твоих друзей. Это здорово, но про тебя забывают люди. И ты забываешь о предназначении твоем настоящем. Ну, допустим, что Зурбаган нес. Нес радость, какая-то мелодичность. И вдруг вот появилась песня Кирилла Павлова «Слушай тишину». И все закрутилось. Вдруг она сразу вот просто вошла. А эту песню тебе тоже в Вильвете предложили или это ты уже принес? Нет, да? И тоже опять было попадание. И снова у тебя вот клик возник и желание работать над этим. Да, Слушай, это я говорю к тому, что полезно все-таки иметь там зрелому артисту, продюсера. Потому что они думают, что да, мы без продюсеров справимся. Ну, мало кто может, на самом деле. Потому что человек, взгляд со стороны, правильный взгляд, вот как у Алены, как у Лианы Меладзе и Алены Михайловой, он очень помогает тебя вернуть на то место и привести к сущности твоей. И я очень благодарен им за это. Очень-очень. Ну, значит, такими темпами очень скоро мы придем к выпуску альбома. Да, он уже готов еще пару, тройку песен. И к сентябрю он будет выпущен. Прекрасная новость. Потому что, ну, последний альбом был в 12-м, если я не ошибаюсь. И то как-то вы втроем его выпустили, да, с Наташей. Он был в каком-то в полвеке. Точно, да. И кто-то еще там был с вами втроем. У меня где-то есть информация, но я... Ладно. С Леонидом Агутиным, Анжеликой Варум и Натальей Подольской. Да, 12-й год. Это быть частью твоего. Все равно сборник. Такая коллаборация некая была. Так что пора. Конечно, пора. Пора, боже мой. Ну что ты, конечно. Я готов, 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 готов. Ладно. Что касается... Вообще, вот Вильвета и там за Наташей. А почему там Наташи нет? Как сказать? Там вообще очень много девочек. Перебор с девчонками. А вот, значит, хорошие мальчишки. Это редкость у нас. Ну, как-то так, да, получилось. Конечно, я был бы рад, если бы она была. Но я думаю, что к этому... Ну, все эти что-то меняются, конечно, и все может... Да, может, это и случится. Вот сейчас огромное количество новых и новых музыкантов. Я, кстати, наблюдала за тобой не так давно на одном мероприятии. Прям, ты, конечно, не знал об этом. Ну, я за тобой наблюдала. Сидела прямо в другом конце. Чешется. Да. На сцене выступали неизвестные артисты. Я убеждена для тебя тоже. Хотя они большие умнички и профессионалы. У них уже у каждого есть своя армия. У них даже выпущены пластинки. Они абсолютно разных жанров. И несмотря на то, что... Ты Боря Сергеевна, значит? Да! Молодец! Угадал! Несмотря на то, что там было много других артистов, известных твоего полета, однако такого интереса, как ты проявлял к этим артистам, никто больше не проявил. Но это было очевидно, это явно. Ты единственный подошел к сцене, да, наблюдал за всем. И это было видно, это было неподдельно. Владимир Пресняков не изображал. Изображу-ка я сейчас, что мне действительно как бы... Что там молодые поют? Это абсолютно было искренне. Тебе действительно интересно. Ты слушаешь, ты слышишь... Я Улина Попова. Ты отмечаешь, что есть действительно там талантливые ребята. Да, и это дает стимул слушать хороших артистов, быть знакомым с ними, с молодыми. И, ну, поверь мне, я очень горд этими ребятами. То есть ты не из тех людей, которые говорят, что, ну что там, сегодня современная музыка в нашей стране, нет вообще никого. Нет, у нас есть потрясающий музыкант. Я все-таки склонен через музыку воспринимать жизнь. Не через там хайпы, хайпы. А как научи, научи, как это, как это поподробнее, через музыку воспринимать жизнь. Через музыку. Ну, допустим, что, да, у меня все, у меня сейчас звучит музыка в голове. Ты у меня связана с определенной музыкой. Музыкой, да. То есть вот все-таки неделек смотреть, не новости читать в интернете, а через музыку. Грешен, блин. Поглядываешь все. Грешен, да, но все равно музыка звучит постоянно. Где-то в сердце, в душе, в голове. Скажи, музыка, ну ты очень поддерживаешь вот Наташу. Вот даже сейчас она спела песню. Да. Очень неожиданно, причем, для огромного количества людей. Я на тебе как на войне. Как на моей, да. Ну и, конечно, ты похвалил, ты похвалил, сказал, умница, горжусь тобой. Моя замечательная Наташа. Действительно так. Я считаю, она очень талантливая. Она очень, да, конечно, конечно. И потрясающая. Ну, и певица потрясающая. Бывает такое, что у тебя какая-то песня заезд жены, и ты едешь там? Вот она. Она и... Я умолял просто ее что-то сделать со мной, потому что это уже достало так, знаешь, как... Или, допустим, как достал меня альбом Никиты, моего сына, когда мы в машине, Тёма только его слушает, я уже не могу. Ой, это такая классная история, когда ты говоришь, что тебе включить, маму или папу? Он говорит, Никиту. Никитку давай. Никитку. Ну, вот так вот. Мальтиверс. 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 И пошло... Ты ерунда, ты все. И ты ешь. Погьем сейчас. И не дай бог ты не... Парень такой. Парень, да. Но мы сейчас послушаем и посмотрим на вас с Наташей. Тем более, что ты пообещал, что скоро будет что-то новое, но совместное. Конечно, очень красивое. Мы прямо убеждены и уверены, что это будет про любовь. Или шалить будете, как тоже в одном клипе, который у вас есть. Дыши? Да. Посмотрим. Посмотрим. Ну, хорошо. Давайте, включайте нам кислород и потом продолжим общаться. Лучшее в стране. Продолжается программа. У нас в гостях сегодня Владимир Пресняков. И только что на ваших экранах вместе с Натальей Подольской. Замечательная работа. Я сижу нахваливаю и просто, да, пользуюсь случаем, говорю, как действительно там потрясающая атмосфера и все. Слушай, я уже... Ну, я тоже не без удовольствия, надо сказать, смотрел на это, наблюдал. Я какого-то пятиметрового роста твоих нахвалебных... Ну, это же хорошо. Это круто, конечно. Мы пытались восстановить какую-то хронологию, да, сейчас и запутались, в каком году был выпущен. Тринадцатый год. Тринадцатый год, да, потому что в пятнадцатом вы уже выступали. Тринадцатый год. Тринадцатый, да, точно, точно, точно. Ну, что, ну, да, уже немало, вот. Это сколько? Семь лет, что ли? Ну, около того, да. А самое главное, что мы ждем теперь новенькой работы, вашей совместной клипы, песни, она обязательно нужна. Вов, мы всех пригласили на твой концерт в Санкт-Петербург 31 мая. Помнишь саму площадку-то? Конечно, конечно. Руф Плейс? Нет? Как звучит правильная площадка? На крыше? Да не помню, на самом деле. Вся информация есть у Владимира, заходите. 31 мая, но... Помнишь, что крыша? Да, на крыше. Любим на любой питерской крыше, в общем-то. Что Карлсон, что я Карлсон. Много крыш, да. Да, друзья мои. Ну, а поклонники Никиты Преснякова отправляются на его концерты, на концерты группы Multiverse. Москва, 11 июня, Клуб 16, он... Ну, давай расскажем про Никиткина, да, концерты? Да ты что, у него... Ты даже не знал? Нет, он мне это никогда не говорил. Слушай, а в Питер он едет 20 июня в Клуб МОД. Вот так. Папа, запишите. В график свой вынесите. Ну, слава Богу, да, у него есть концерты. Никита у нас был в гостях. Да, ты видишь, у нас практически все в этом гостях. Сложный, да, чего? Нет. Наоборот, очень хороший. Наоборот, хотелось тебе сказать, да, что он невероятно добрый, он очень умный, он очень интересный, очень глубокий, и при этом он очень скромный парень. Да, он реально скромный парень. И, конечно, как-то прям вот хочется, чтобы его побольше было везде, и музыки этой. Да, и мне тоже хочется. Ну, вот, посмотри, как он... Ты же пытался его, да, каким-то образом так больше, ну, не знаю, там, чтобы на русском языке у него были песни, и как-то, чтобы попроще музыка была. Да, у него очень серьезный взгляд на свою... на свою тропу, на свою дорогу, и он сейчас стал немного лояльнее, конечно, слава Богу. Ну, уже пора. Ну, уже мудрость какая-то появляется. Двадцать восемь, да, пора. Кстати, не так давно прям день рождения был, да? Угу. Поздравляем, Никиту, да. Мы встречали. Тусина день рождения переходящая, плавно переходящая. Можете себе представить, какими мы были после этих двух дней? Ну, не видели. Ну, конечно, конечно. Вот, и я, в принципе, очень горжусь тем, что он очень уперт и не сворачивает, и не слушает, и не уклоняется, не наклоняется. В этом есть, ну, для меня гордость. Может быть, это и будет как раз вот этот правильный путь, который приведет обязательно к большому уже успеху, настоящему успеху. Потому что это, во-первых, он телец, во-вторых, ну, это должно к чему-то привести. Он сейчас стал уже, он недавно записал дуэт с каким-то американским рэпером. Это уже интересно, на мой взгляд, очень. Слушай, а он твой большой друг, ты признаешься об этом, да? Что у тебя вообще, у тебя жена друг, ты пишешь об этом, что всем бы таких друзей. Папа, мама и Никитон. Папа, мама и Никитон. Ну, и Артемий подрастает, конечно, тоже. Дружочек. Дружочек. Такой по самотатам пока больше, но дальше придет больше. Никитка, он в тебя пошел, ну, вот, в плане взаимоотношений с женщинами, как тебе кажется? Да, я бы не сказал, потому что я был очень разносчив. Ты-то да. Но я был влюбчив, а он однолюб. И он просто вот все, табу. Один человек, одна девочка. И он считает, что это навсегда. Это для меня вообще какая-то... Я пришел к этому только в сорок с чем-то лет, когда встретил Наташу. Но при этом у него огромное количество поклонниц, конечно, девчонки от него сходят с ума. Потому что я тебе точно скажу, что после того, как у нас было, у нас тут, ну, что-то, полколлектива потеряли голову. Ну, правда. Он очень такой обаятельный, красивый. У него такая, правильно? Есть такое благородство. Ну, я горжусь этим, ты знаешь, это такое качество, оно очень редкое. Оно было у моих бабушек и дедушек, у молодежи прямо оно редчайшее. Но он же что-то и продолжает снимать тоже. Он снимает, он вообще очень берется за всякие штуки интересные, за все творческие. Он пишет тексты, музыку, аранжировки делает, он во все влезает. Вот иногда ему надо уже не влезать, как я, допустим, понял, что, например, если мы будем снимать клип, то я никогда не влезу в режиссерскую работу, человеку, которому я доверяю. А это, Володь, связано с чем? С тем, что ты однажды влез, и клип был испорчен напрочь, да? Я всю жизнь влезал, хотел максимализма, потому что я был страшный максималист. Идеальность и вообще 100%, миллион процентный, как сказать, до молекул связанный максимум. И, конечно, этим портил, потому что иногда в самом простом заключается смысл жизни. Какие мудрые сегодня хорошие вещи прямо в нашей программе в этом части звучат. Вот мы потом обязательно все на цитаты, друзья, прям обещаю вам, сделаем, выпустим сборников. Я, честно, сейчас не шучу, серьезно абсолютно говорю вам, да? Будет у нас сейчас клип. Расскажи про эту совместную работу, пожалуйста, про твою Никиту «Сердце». «Сердце пленок не ведет». То есть в 2015 году вы сняли такую совместную работу. Это тоже снял Сережка Каченко, тоже мой друг, наш друг. Мне кажется, это та самая работа, на которую ты, наверное, очень настаивал. Мне почему-то кажется, Никита не очень хотел ввязываться в эту историю. Ты знаешь, как-то не то, чтобы не хотел, а... Ну, мы думали, что она принесет больше плодов, а на самом деле как-то она не дотянула вроде. Ну, на все есть своя причина. Мне она очень нравится. Я вообще не люблю слово «работа». Это просто, ну, клип, кайф, какое-то такое настроение. Ленька Агутин, которому, кстати, сегодня еду домой поздравлять, Анжелию Куварум. Давайте еще... У нее вчера был день рождения. Да, давайте, будем встречать. Маруся, моя дорогая, Масенька. Я очень рад, что вот мы два века целых дружим и будем дружить. Видимо, уже до конца никуда ты не денешься от нас. «Люблю тебя, будь здорова и счастлива». Ну, в принципе, это все у тебя есть, это я отошел. Прости, пожалуйста. Нет, это очень правильно, нет, очень хорошо. Мы, конечно, тоже присоединяемся к твоим теплым добрым словам. Мы Анжелику любим, и только же вам всего самого прекрасного, женского, творческого. Все, чего захочется, я тебе души. Так. Вот, Леня написал стихи, ну, и вот получилась такая песня. Ну, давайте тогда смотреть, слушать. Может быть, кто-то впервые увидит и скажет, действительно незаслуженная работа как-то не получила такого прям колоссального резонанса и успеха. Внимание на экран. Продолжаем, друзья, программу. Владимир Пресняков у нас в гостях. Володь, ну вот я думаю, что с Никитой тоже нужно. Или, может быть, с группой «Мультивер» что-то снять совместное. То есть, Наташа, ты уже пообещала. И надо что-то такое свеженькое, новое выдать. Я думаю, меня не возьмут. Не возьмут уже, ты имеешь в виду, в съемку к Никите уже, да? Все слишком, он как бы пошел со всем своим путем. У меня была идея снять клип, где я превращаюсь в себя молоденького. Вот там бы я Никитона... То есть, он бы играл роль тебя, молоденького, да? Да, при том, есть такая программа, она же есть в телефоне, где вот мы посмотрели, я забыл, как она называется, и в копейку он просто стал мной. Ну, она как-то там сканирует молодым. И мы что-то смеялись, смеялись. Я говорю, ну что, будешь? Он-то с удовольствием. Ну, это мы про картинку говорим. А есть ли про именно запись какого-то трека, совместного сингла? Да, вот он не любит это. И мне кажется, что правильно. Не надо ему этих звездных дуэтов с бабушкой, с мамой, со мной. Ну, это было бы вообще шикарно. Он идет своей дорогой, в принципе. И поверьте, ему не так... Не вообще нелегко. Ему нелегко. Все прекрасно это понимают, да. Потому что, да, все ждут его с потыканий. Меня удивляет здесь Филя, который, знаешь, вот ничего не боится. Я говорю, посмотри на него. Ты должен говорить, да, мать, вот так, я сын Преснякова. Сын Пугачевой, сын Робакайте. Чего вы хотите? Я вам докажу, что я тоже на что-то способен. И вы сами это увидите. Ну, вот он к этому приходит. Он не закрывается от этих нападков. Уже нападки, представляешь, какого уровня есть он? И человек родился уже с смартфоном и с комментами. Ну, конечно, конечно. И там сей, там, сей, там, сей, там, сынок, там, вот. Комментирую твой бой шаг. Боже мой. Не только свой, но еще и бабушки. Естественно, он был, извини, прости, пожалуйста. Да, да, конечно. Был зависим от этого. И вот постепенно он психологически уже готов к тому, чтобы... Ну, как я, допустим. Мне невозможно ни обидеть этими комментами, ни зацепить никак. Серьезно? Абсолютно. Отлетают как-то хорошенько. Ну, я вот согласна, например, если вот такие глупости пишут. Например, мне попался заголовок. Владимира Никита Преснякова не поздравили... Кого не поздравили? Там, Наташу, что ли, Подольскую в соцсетях? О, боже, боже. О, боги. Вот это действительно... Ну, это какой-то лайтовый. Что случилось? Что такое? Ай-яй-яй, наверное, что-то не то. Это лайтовый, лайтовый. Это прямо просто такой, ну, хороший очень, да, коммент. Слушай, ну, а вот год назад, перед твоим юбилеем, перед концертом, ты сходил на интервью, и потом какие посыпались дурацкие совершенно заголовки, что ты там и выпивал, и как-то себя развязно вёл, и чуть ли не приставал к этой ведущей. Идёшь, не попадались тебе? Было, да? Да, да. Нет, я смотрела это интервью, ничего подобного не было. Но он какие-то вещи... Я был весёленький, да. Да? А, ну, знаешь, здесь всё-таки не собрали. Здесь значит, что-то какая-то правда всё равно есть. Просто так люди не скажут и не напишут. Нет, просто был весёлый. Хорошее настроение было. Вот. И... Ну, вот, оказывается, приставал. Говорить комплименты — это приставал. Да, ну что ты, да, понятно. Ну, просто людям же хочется хайпануть. И, конечно, ты правильно говоришь, просто пожалеть нужно. Им хочется, чтобы кликнули. Вот я кликнула, например, ишь, я попалась на эту удочку. И таких просто огромнейшее количество у нас в стране. И, собственно говоря, ничего с этим не поделаешь. Вов, скажи мне, пожалуйста, там все прекрасно помнят и знают, как ты начинал, да, твой голос потрясающий, который звучал отовсюду. И все ей копировали бесконечное количество раз. И с возрастом голос у тебя стал погрубее. Правильно? Ну, да, немножко. Чуть-чуть так. Продолжаются ли метаморфозы эти? Или уже, да. Да, или уже. Да, или уже. Или уже такой стал тигрей. Периодически, да, перепады какие-то? Перепады разные. Как это? Залезайся вместе от настроения. Это как шариком дышать гирю. Да. У нас была подружка, которая вдохнула. И все, ну, посмеялись, как обычно. Знаешь, помню. Ты такой же голос. И только... Ой, сделайте со мной что-нибудь, у меня не проходит. Ой, пять минут прошло. Изменти, сделайте со мной. Ну, это уже страшно. А жало стало, у нее слезы идут, ничего не правда. Мы смеемся. Вот какая-то реакция такая. Короче, полчаса она говорила этой штукой, пока мы ее не растормошили. О, боже мой. Да, это очень страшно. Я представляю, что она пережила за это время. Представим, что она теперь всегда-то будет разговаривать. Представляешь? Ну, да, ну так что? Это морфозы. Да. Вот голос, как был, такой есть. Пальцет, как был, такой остался. Замок из дождя, появился Зурбаган, пальцетиком. Поэтому все так же. Все так же. Ну и слава богу, да. Что здесь было? Курить бросил 3-4 года назад, так что. 3-4 года назад? А сколько курил до этого? Не бросил. Ну, как-то я не курил, не был курильщиком. Но, тем не менее, это, конечно, влияло на связки. И кашлял, наверное, во время выступления, нет? Не было такого? Кашлял, нет. Нет, ночью. Нет. А ночью? Ночью в ухо Наташи. Ну, Наташа, наверное, очень рада. Тем более, сейчас, конечно, и Артемия. Нет, она сказала, ну да, она сказала, что хватит кашлять. Мне в ухо, отворачивайся. Она не говорила, брысь ковить. Ой, какая молодец. Но ты, однако, решил все-таки поступить вот так вот образом. Ну, давай немножко про друзей твоих поговорим. Вот мы уже Анжелику поздравили. А понятно, если мы уже Анжелику поздравили и заговорили про нее, как мы про Леониду Агутина не поговорим. А сколько лет вы уже дружите? Вы как-то какой-то отчет ведете? Какую-то такую хронологию? 25, по-моему. Только юбилей? Даже больше. Даже больше уже, 25 лет. Ну, это все, как же этот проект назывался? Старая песня о главном. Началась с самой первой. Леном вас сблизил. Вот там мы подружились. Они подружились. Мы просто как-то нас так магнитом. И все. Я понял. И поняли, что. Ну, что, скажи, с тех самых пор ни разу не было каких-то ситуаций, когда друг оказался и не друг, и не враг, а так. Ну, что-нибудь в этом духе. Да ты знаешь, нет, Саша. Или как-то вот сразу прям пазлы совпали, и дальше не разлей вода. Ну, нет, конечно, там у каждого друга семья, у нас семья. Это иногда мы расходимся на время, просто у кого-то концерты. У поважительной причины, да, скажем так. Мы не каждый день собираемся, как, знаешь, делают это некоторые люди. Но если собираемся, то очень метко. Ну, по крайней мере, я тебе могу сказать точно, что в Новый год мы точно договаривайся, не договаривайся, в 4 часа ночи мы встретимся в 5. На Воробьёвых горах. На Воробьёвых, да. Да? Обязательно? Серьёзно? Да, при том это происходит каким-то магическим образом, даже не сговариваясь. Ну, это удивительная традиция, конечно. Мы даже не созванивались вот в этот раз. И я говорю водителю, давай заедем. Это всё-таки традиция. Подъезжаем. Может, они как-то с вод... Ну, это вряд ли. Вдруг подъезжает Лёня в это же время. Ну, как это? Ну, это потрясающе. Это прям до мурашек, честное слово, эта традиция. Ну, а девчонки при этом ваши? Они... Девчонки с нами, да. Своими делами занимаются? Они Воробьёвых говорят не очень. Ну, холодно там. Ну, люди же узнают наверняка, реагируют как-то, нет? Да в это время уже не реагируют. Уже не реагируют. Там зомби ходят. Там только... И есть такая прям возможность оказаться что-нибудь непосредственно. Узнают на улицах, скажи честно. Конечно. Ну, сейчас так же примерно узнают, как раньше было и времена там в Советском Союзе. Сейчас гениально. Опять моя любимая произошла история в лифте. Только что, когда я к вам ехал, человек на меня говорит, слушай, а это правда ты? Я говорю... Смотря кого вы имеете в виду. Нет, я говорю, ну... Ну, это ты же, да? Ну, я не обижаюсь там. Я говорю, ну да. А еще самое прикольное, это подбегают люди и там, Вова, я твой кумир. Да-да-да, я твой кумир. Или я твой фанат. Я твой кумир. Да. Ну, нет таких бешеных. И слава богу, я вот не любил никогда этих, там, поклонниц. И у меня никогда их не было. Ну, все же безбашенных таких, которые готовы на все абсолютно, да? Ну, говорят люди и говорят спасибо за песню, вот, там, какая-то песня сделала меня счастливой. Ну, говорят какие-то приятности такие. Конечно, это приятно. Вов, ну, мы сейчас тоже тебе, конечно, еще скажем порцию приятных слов, они абсолютно искренние. Спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что ты делаешь. Ну, правда. Ну, все очень круто. Все по-прежнему очень-очень круто, качественно. И очень сильно отличается от всего того многообразия, которое на сегодняшний день есть на нашей сцене. Конечно, тебе надо нам пожелать многое лето, еще огромного количества классных, замечательных хитов, клипов. Очень ждем тебя в гости всегда с премьерами. Ну, и тут... С большим удовольствием, у вас дико уютно. Спасибо тебе большое. И очень хорошо, и по-домашнему. Спасибо огромное. Мы, правда, тебя очень любим. Сашенька, спасибо тебе. Спасибо огромное за этот разговор, и всем ребятам, и слушателям, и зрителям, кто видел нас. Вообще, будьте добрее, и признайтесь сейчас, если есть возможность, кому-то близкому любви, поцелуйтесь, улыбнитесь, увидите, как у вас будет все хорошо, хорошо, хорошо. Счастья вам, и всего доброго. Спасибо тебе огромное. Просто вот сейчас образец, действительно, артиста, образец человека, образец мужчины, образец мужа, образец отца, образец просто человек с большой буквы. Владимир Просняков, вот, спасибо. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, до новых встреч. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина.